Подростки часто спорят со своими родителями из-за плохих оценок в школе. Но в этом странном, трагическом случае горячий спор из-за двойки привел к одному из самых ужасных преступлений в истории. В 2018 году подростка из Флориды Грегори Рамоса, казалось, ждала блестящее будущее. Он был отличным учеником Тэквондо и активным членом молодежной группы «Полицейские следователи Оранж Сити». В будущем он хотел стать детективом отдела по расследованию убийств. Грего описывали как милого и нормального подростка. Он даже снялся в веселом видео, рекламирующем все развлечения для новичков в его средней школе. На видео он выглядит немного неловко, но здесь нет ничего зловещего. Но когда Грегу исполнилось 10 лет, все перевернулось с ног на голову. Полицейские отчеты показывают, что 2 ноября 2018 года Грег Рамос сильно поссорился со своей матерью, 46-летней Гейл Кливенджер, после того, как получил двойку в школе. После ссоры он лег спать, а на следующий день ушел рано утром. Вернувшись домой из школы, он обнаружил, что его дом разгромлен, а мать пропала, причем ее машина все еще стояла на подъездной дорожке. Я обыскал весь дом, потому что искал ее, но ее здесь нет. Это довольно страшная ситуация для любого подростка. Грег настаивал на том, что его мать должно быть похитили грабители. Он сказал помощникам шерифа, что в последний раз видел ее около 6.30 утра, когда уходил на занятия. Опытные детективы быстро заподозрили неладное на месте преступление и вскоре обнаружили многочисленные дыры в рассказе парня. Например, местная полиция быстро обнаружила в ближайшем лесу выброшенное после проникновения имущество, включая PlayStation 4 и пистолет. Не думаю, что грабители оставили бы украденное просто так в лесу. Также на лице Грега были многочисленные царапины, и это показалось полиции очень подозрительным. Несмотря на это, Рамос продолжал настаивать на том, что он был в школе с утра до полудня. Детективы легко убедились, что эти сведения совершенно не соответствуют действительности и немедленно доставили Грега в полицейский участок для допроса. Леденящая душу правды начала раскрываться после недолгого пребывания под стражей. Он был совсем не эмоционален по этому поводу. Он использовал несколько ругательств и сказал, «Я расскажу вам, что произошло». Очень холодный, расчетливый и очень гордый тем, что он сделал. Правда оказалась еще более печальной, чем они ожидали. После ссоры с матерью из-за получения двойки, Рамос дождался полуночи, затем вошел в спальню матери и пока она спала, убил ее. После чего Грег пошел искать тележку, чтобы перевести тело. Когда он вернулся в комнату, то обнаружил, что Гейл еще жива. И тогда он потратил еще 30 минут на то, чтобы голыми руками за***ть свою мать. Затем он положил ее тело в тележку и выкатил ее на улицу и погрузил в семейный фургон. Почти час Рамос ездил по округе, ища где бы ее оставить. Для помощи в погребении он привлек двух своих школьных друзей, Дилана и Брайана. За местной церковью они втроем вырыли неглубокую могилу под костровой ямой, где и оставили тело Гейл. Двое друзей также помогли Рамосу инсценировать кражу со взломом. Невероятно, но на следующий день Рамос отправился в школу. Когда он вернулся домой, то сделал тот самый убедительный звонок в полицию. На самом деле, на видеозаписи, сделанные полицией на месте преступления, Рамос выглядит искренне потрясенным и расстроенным. Опытные исследователи назвали по***ска бездушным человеком, который считал себя самым умным в комнате, добавив, что не проявил ни одной из ожидаемых эмоций во время допроса. Позже он хвастался полиции, что его звонок с сообщением о краже со взломом заслуживает премии Грэмми. Шериф Майк Читвуд назвал бессердечного под***ска одним из трех лучших социопатов, с которыми он когда-либо сталкивался за 33 года работы в полиции. Социопатия – это расстройство личности, иногда проявляющиеся в крайне антисоциальных взглядах и поведении. Рамос хвастался, что убил свою мать, находясь под стражей. Шериф сообщил, что после признания под***ска вел себя странно, особенно когда показывал полиции, что произошло на месте преступления. И он вышел из машины и пошел на место преступления, как маленький ребенок пошел бы на рождественское утро. Спустился по ступенькам и показал нам и рассказал еще раз все, что он сделал со своей матерью. Полиция также обнаружила лопату и метлу, которые использовались для закапывания Гейл Кливенджер и приведения в порядок места преступления вокруг костра. Два школьных друга, также несвернолетние в то время, не присутствовали при лишении Рамосом жизни своей матери. Однако они все равно были обвинены в этом деле как взрослые в соучастии в уб***е первой степени. Рамос в конечном итоге признал себя виновным, и даже выразил раскаяние в своих действиях на суде в конце декабря 2020 года. Есть так много разговоров, которые я хотел бы вести с ней, но теперь не могу. Из-за моих действий я никогда не смогу по-настоящему узнать свою маму. Рамос также сказал, что старается руководствоваться советами своей матери. Каждый день я изо всех сил стараюсь чтить память своей матери и стараюсь жить так, как она хотела бы, чтобы я жил. За 800 дней, проведенных в ожидании суда, Грег успел получить аттестат о среднем образовании и, видимо, старается помогать другим заключенным с учебой. Его адвокат, естественно, наставил на том, что он расстроен своим поступком. Во время заключительных этапов процесса его слабовидящая бабушка попросила у судей разрешения подойти к Рамосу. В неожиданном проявлении сострадания к внуку она захотела подойти достаточно близко, чтобы можно было разглядеть черты его лица и прочитать молитву. Судья разрешил, и она подошла к Рамосу и прочитала последнюю молитву. После этого большое жюри присяжных предъявило Грегу обвинение в убийстве первой степени как совершеннолетнему, и его увели для отбывания наказания. Поскольку Рамос был несовершеннолетним во время совершения преступления, он не мог быть приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Однако, будучи судимым как взрослый преступник, ему теперь грозит 45 лет тюрьмы, и он выйдет на свободу не раньше 2063 года. Это произошло потому, что полиция настояла на том, чтобы ему и двум его одноклассникам были предъявлены обвинения как взрослым. Причина в том, что если бы их судили как несовершеннолетних, они могли бы выйти из тюрьмы к 21 году, то есть всего через 4 года. Пытаясь оправдать свои действия, Рамос утверждал, что ссора из-за оценок переросла в драку, когда мать ударила его по лицу. Детективы утверждали, что мотивом подростка мог быть гнев его матери, но соседи и родственники говорили, что она была прекрасным и заботливым человеком. Так что же могло подтолкнуть Рамоса к этому? Некоторые предполагают, что воздействие экстремистских политических убеждений сыграло важную роль в его черством мышлении, но мы можем только предполагать. У соседей тоже есть свое мнение о характере отношений Рамоса. Возможно, он всегда был таким опасным и готовым зайти слишком далеко. Когда они только переехали, я пыталась уговорить сына пригласить его к себе поиграть в игры и все такое. Мой сын не хотел в этом участвовать. Мама, он странный мальчик. Но каковы бы ни были истинные мотивы или возможные провокации, стоящие за его насильственными действиями, это остается поистине ужасным преступлением. Независимо от того, заслуживает ли Рамос прощения или нет, суды теперь вершили правосудие над его бедной матерью Гейл. Иронично, что амбициозный молодой парень, который однажды надеялся стать детективом от дела убийств, в итоге сыграл совсем другую и очень ужасную роль в мире. Мы можем только надеяться, что очевидное раскаяние Грега было искренним. Это подводит нас к концу сегодняшнего видео. Что вы думаете об этом деле? Пишите ваши ответы в комментариях. А также подписывайтесь на мой YouTube канал и на другие социальные сети. Ссылка на них есть в описании и в закрепленном комментарии под видео. Не прощаемся!